Я не понимаю, а? Что тут происходит? Да вот мы ждем вас к ужину. Здравствуйте, это Арина. Очень приятно, Олег. А это моя тетя, тетя Настя. Очень приятно. А мы наготовили уже. Давайте садись, а то остынется. Здорово, с корабля на бал. О, а вы откуда приплыли-то? Соединенные Штаты Америки. Олег, проходи, располагайся. Ариночка, может, я на минутку? Надеюсь, не скрываетесь от правосудия. Ну что вы. Мы с Виталем познакомились в Америке и решили вот открыть представительство на родине. Так что все легально. На родину, значит, потянула. Ничего личного, просто бизнес. Ознакомлюсь с делами и обратно. Да ладно, скажите честно. Прилетели присмотреть за партнером. А откуда у вас такое представление о бизнес-партнерах? Я телевизор, что ли, не смотрю. Там во всех сериалах. Лишь бы только нож в спину партнеру воткнуть. Да, с телевизором не поспоришь. Придется присматривать за Виталием. Не доверяй. Просто вот Настя говорит, что у вас только показывают, как бизнес-партнеры друг другу козли строят. Неужели? У меня кандидатский минимум по сериалам. Как нам с вами повезло. Вы не представляете. Ага. Хочу сам пройтись по документам, посмотреть, как у нас тут дела. Значит, это не шутка о недоверии партнерам. С проверочкой приехал. Нет, просто хочу убедиться, что у нас тут все в порядке. Иначе потом что-либо исправлять будет уже поздно. Правильно. Слышали, Настя? Как нынче друзья-приятели, по какому принципу действуют? Доверяй, но проверяй. Ну, а что, дело обычное. У нас в прошлом году в деревню с комиссией-то приехали, и председателя сразу и сняли. О, слышал? К комиссии приехали, и председателя коленом под зад. А ты случайно над моей головой меч не поднял? Не, ну я же не это имела в виду-то. А что именно? Не, ну сначала-то надо, чтобы свои проверили, а потом уж чужих запускать. Вот это правильно. Важные дела надо делать всегда самому. И желательно свидетелей. Я знаю, что ты ненавижу этот день. Поздравляю, я не знал. О! Да, интернет-магазин. Доверять нельзя. На сайте все было миленько и сдержанней. Ну, это в общем миленько, но совсем не сдержанно. Мы отъедем. Я отвезу тебя в гостиницу. Да, пора. Разница во времени, сами понимаете. Спокойной ночи. Еще раз поздравляю. Жаль, что без подарка. Юром, да. Спасибо, до свидания. До свидания. Юридически наша прекрасная переговорная. Мой кабинет. Кристина, моя помощница. Кристина Олег Львович, мой партнер из Америки. Прошу любить и жаловать. Очень приятно познакомиться. Мне тоже. Виталий Дмитриевич, у меня документы на подпись. Я сейчас подойду. И, наконец, твой кабинет. Мой? Твой. Как и все мои работники. Ну, в рабочем смысле слова, конечно. Ларис, объясни все, все, все. Хорошо, Виталий Дмитриевич. Прошу вас. Сказал Виталий Дмитриевич, я полностью в вашем распоряжении. Здесь все дела в моем ведении. Так что обращайтесь, не стесняйтесь. То есть вы знаете ответ практически на любой вопрос? Без ложной скромности, да. Как вам это удается? Я всю жизнь работаю секретарем. И, вы знаете, люблю свое дело. Да, это очень важно. Да, это очень важно. А главное, это большая редкость. Знаете ли, некоторые сегодня приходят, чтобы охмурить начальника. Ну, вас же это не коснулось? Ну, пока нет. Но сначала шеф взял на работу меня, потом зачем-то он взял Кристину. Кстати, вы видели Кристину? Да, только что познакомились. Ну, тогда вы понимаете, да, о чем я говорю? А что это за кнопки? Первая – это связь со мной, вторая – это связь с шефом, а третья – это с главным юристом. Удобно. Вам что-нибудь принести? Да. Мне, пожалуйста, кофе и уставные документы. Я вчера просмотрел документы. В принципе, все в порядке. Есть несколько вопросов. Вот, посмотри. Да-да. У тебя все в порядке? Да, чего спрашиваешь? Да ты какой-то российный сегодня. Не, все хорошо. Просто нервы спался. Вот, пункты 8.8 и 8.9. Добрый день. Можно? Да, конечно. А я только из аэропорта и сразу к вам. Молодец. Документы привез? Да. А, все готово. Как Лиза? Познакомился? Да, все отлично. Прекрасно выглядит. Просто красавица. Когда вернется, даже не вздумаю в ее сторону смотреть. Да, как скажете. Могу идти. Возьми конфетку. Спасибо. Я что-то не могу найти документы, которые ты возил на подпись Лизе. Странно. Я жадал утром, Виталий Дмитриевич. Да, точно. Это при мне было. Зачем? Посмотри там, пожалуйста. Так вот же. Вот она. Пожалуйста. А ну-ка. А почему нет подписей на последних семи страницах? Разве нет? Смотри сам. Переподписать, да? Да, конечно. А то они в таком виде только для растопки камина годятся. Ну что, тогда я прямо сейчас это и сделаю. Да, конечно. Давай. Подожди. Проверь все. А то бы ты мне докажешь, чтобы обмена не было. Да, естественно. Перепроверю. Два странная сделка, которую они провели в прогнозе. Какая сделка? А вот. Олег Львович, прошу прощения, что помешал. Звонят аудитору. Хотят телефонную конференцию. Когда назначим? Пока рано. Скажи, что я могу знать когда. Согласен, с Олегом Львовичем. Ты тоже, думаю, рановато. Я и Лизу хочу ввести в курс дела. Ты не подражаешь? Конечно, нет. Да, но для регистрации договора потребуется некоторое время, пару недель. Не страшно, я подожду. Я у себя. Спасибо тебе. Не за что. Заходи, садись. А как давно ты здесь работаешь? Сейчас скажу. Чуть больше двух месяцев. Отлично. Тогда ты должен знать о сделке с фармаканом. Ну, конечно, знаю. Это же моя первая сделка. Самая крупная. Пока. Тогда объясни мне, пожалуйста, почему я об этом до сих пор ничего не слышу? Дело в том, что, как сказал Виталий Дмитриевич, это сделка на внутреннем рынке, так сказать. Наша компетенция. Я не спорю, не собираюсь лезть в зону вашей компетенции. Объясни мне, почему ее нет до сих пор в финансовом отчете? Как нет? Должна быть. Может, финансисты прислали предварительный прогноз, в котором ее пока нет? А об окончательном она есть? Ну, обязательно. Ну, ладно. Только я тебя очень прошу, проследи, пожалуйста, чтобы в финансовом отчете все было в порядке. Никаких косяков с документами. Олег Львович, все будет в лучшем виде. А то нам не видать с линия с американцами, как своих ушей. Это есть. Сообщение. Обстоятельство. Сообщение! Сегодня торжественный вечер по поводу приезда моей дочери. Ты приглашен? Спасибо. Попробуй заехать. Никаких попробуй. Успеешь еще все проверить. Быть обязательно. Ну хорошо буду, а то я действительно что-то заработался. Кстати, пошли я тебя с ней познакомлю, она здесь. А вот и моя. Полиза, познакомься. Олег Львович. Вы тот самый магнат? Ну, ваш отец капитал преувеличивает. Это мне грозит только в том случае, если мы будем вместе работать. Но я не против. Ну что ж, тогда идем. Расскажу о нашем ближайшем будущем. Я пригласил вас, господа, чтобы сообщить две прекрасные новости. В нашей компании предстоит слияние с мировым лидером нашей индустрии. И всем этим мы обязаны моему партнеру. Компаньону. Извини другому. Олег Львович. Олег, спасибо. И вторая новость. После учебы. С дипломом бакалавра экономики вернулась, наконец, моя дочь Лиза. Которая будет курировать регионы. А помогать ей будет вот этот молодой человек. Надеюсь, возражений нет. Теперь тост. За успех. Нашего предприятия. Ура. 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 Ну, девчонки, как наш проект? Мы обсудили. Так. И, в общем, мы решили начать со спальни. Так. В спальне у нас будут красные стены и черный потолок. Я тебя, вы с ума сошли? Хотите, чтобы я в запой ушел? Не, не высути, да? Ну, если вам не нравится, мы можем подобрать другую цветовую гамму. Но, вообще, это очень модная тенденция. Ура. Не любите шумные компании? Вообще-то, нет. Если честно, я точно люблю. Да, по вам не скажешь. Первое впечатление может быть обманчивым. Я вообще-то родилась в Ириане. Поэтому и в Нью-Йорке, и в Москве меня тянет поближе к природе. Или просто там быть одной. Вы опять не поверите, но я тоже люблю одиночество. О, вот вы где. Олег, ну куда ты пропал? Тебя все ждут. Виталий, можно я поеду домой? А что случилось? Я ж тут плохо себя чувствую. Ну, конечно, поезжай. Я тебя жду. Хорошо. А я вас провожу. Вызову такси. Да нет, спасибо, не надо. Я уже вызвала. Наверное, оно ждет. До свидания. Да. Вызывали? Заходите. Мне понадобится ваша помощь. Дело в том, что я составил список документов. Найдете их, распечатаете? Да, конечно. Спасибо. Что-то непонятно? Нет, просто… Как вам Москва? Спасибо, хорошо. Не подумайте, ничего такого. Просто вы так много работаете, а ведь нужно еще и отдыхать. И если вы хотите, сходите в театр или, может быть, в музей. У меня есть прелестная подруга, она очень хорошо разбирается в искусстве. Мне так приятно, что вы обо мне забойтесь. Но дело в том, что я могу сама организовать свой досуг. А вы лучше набрайте все свои старания на работу. Конечно. Олег Львович, я все распечатаю. Замечательно. Здрасте. Привет, Лиз. Привет. А где папа? Папа сказал, что поработает дома. И ничего не просил мне передать? Нет, ничего. Странно, а мы договаривались сегодня с Нимой, с Ариной Викторовной, к Натальюсу. С Ариной? Ну да, но же я согласен на сделку. Не думала, что она бизнесмен. Но она, как супруга, владеет половиной пакет акций. А, точно не подумала. Позвонить отцу? Не нас, почти. Спасибо, я сам. Я к Юрису. Давай. Здравствуйте. Извините, я знаю, что сильно опоздала. Я телефон оставила на зарядке. Ну, даже если бы у меня был телефон, у меня, к сожалению, нет вашего нового. Цифра, Марядкина, Натальюсу, пойдемте. Прошу. Спасибо. Позвольте зачитать текст доверенности. Может, не надо весь текст? Вообще, так положено. Я же, чтобы сэкономить ваше время. Мы ведь и так опоздали. Ну, хорошо. Но я вас обязана спросить. Передаете ли вы по доброй воле право распоряжаться всеми активами вашему супругу Виталию Дмитриевичу? Я не супруг. Это партнер моего мужа. Мой муж не смог перейти, он занят. Ну, вообще-то он мне не нужен. Это мы ему нужны. Да-да, конечно. Хорошо. Тогда осталось только подписать. Вот здесь. Пожалуйста. Ой. Кажется, я не там подпись поставила. Да, Милочка, ошиблись. Ничего страшного. Можно просто распечатать и чуть-чуть бланк, и все. Да, конечно. Ничего страшного. Только бланки все наберные. Однако какие нынче суровые нотариусы пошли, если в бланки не допросишься у них. Еще раз простите, что потеряли со мной столько времени. Ну, это как посмотреть. Зато отвлекся от скучных финансовых отчетов. А давайте я вас ввез на машине отвезу. Хоть как-то реабилитируюсь. А вот… Я на машине. Взял на прокат, привыкнуть за миллион. Да, кстати. Возьмите мои контакты, а то вдруг опять опоздаете. Спасибо. Изменить любое время. Ладно. Ну, пока. Пока. Алло. Здравствуйте. Это Арина. Извините, что так поздно, но я… Мне больше некому позвонить. Да, в общем, нет. Я вот тут стою посреди дороги с пробитым колесом совершенно одна. И вокруг никого. Да… Да… Давайте, я сброшу сейчас. Спасибо. А… Какое колесо? Вот это… Да-да-да. Понял. А сапожка есть? У меня ничего нет. Угу. А почему вы позвонили мне, а не мужу? Что-то еще произошло, кроме колеса? Вас… Вас кто-то обидел? Угу. 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 Узбайт, ну да… Ноб then… Узбай. Т opiqe. Узбайт. Кという swallow м�� ванну. Узбайт. Сそして… Узбайт.